Повернуться к стране кормилица задом Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, нелегкое дернуло еще в далеком 2007 году. Тогда, напомним, обладатель накладного бюста и звезды на голове отправился представлять Украину на Евровидении. Выступление, в рамках которого прозвучали оскорбительные по отношению к России матушке фразы, задели фанатов певца за живое. После вхождения Крыма в состав России гарный хлопец практически перестал появляться на нашем ТВ, окончательно слетев с катушек после начала специальной военной операции. Русофобские высказывания и оскорбительные заявления в адрес россиян за последние два года стали визитной карточкой зарвавшейся звезды. «Хочу попросить вас по-человечески, не приходите на мои концерты, никто вас не ждет тут. Не покупайте билеты», – ранее заявил Данилко, обращаясь к своим вчерашним фанатам из соседней страны. Но все в этой жизни, что так или иначе связано с черной ненавистью, обязательно заканчивается печально. Так случилось и с исполнителем хита «А я только с мороза», которого не так давно выгнали мокрыми тряпками из Дубая. Поводом для ликвидации верки сердючки на территории ОАЭ официальные источники называют разжигание межнациональной розни на корпоративе в 2022 году. Появление неутешительных новостей застало Данилко врасплох, но сегодня профессиональный устроитель Шабаши все-таки признался, ему наконец-то вручили соответствующие бумаги. Пожизненный запрет на въезд в страну, где звезды с постсоветского пространства традиционно зарабатывают очень много, однозначно ударит по кошельку заигравшегося русофоба, а заодно охладит его пыл. Кстати, похожее решение было принято и в отношении признанного в России иноагентом Алишера Моргенштерна. Правда, рэпера забанили не за русофобщину, а за нарушение местных законов, которые он долгое время обходил благодаря своей природной ушлости.